МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! В ожидании тепла на заседании Гомельского облсполкома проанализировали готовность организации к работе в осенний-зимний период. Вакцинация. За или против? Уже завтра белорусов начнут прививать от гриппа. Как защитить свой иммунитет и кто в этом поможет? В декабре вступает в силу обновленный закон о защите прав потребителей. О каких изменениях стоит знать каждому? Комментарий эксперта программы. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Замена тепловых сетей, модернизация теплоисточников, создание запасов топлива и подготовка дорог. На заседании Гомельского облсполкома проанализировали готовность организации к работе в осенний-зимний период. Значительных проблем не выявили. Однако для того, чтобы выполнить все нормативные требования, отвели срок до 15 октября. Наши корреспонденты поинтересовались, как планируют работать предстоящей зимой коммунальные структуры. Гомель, микрорайон «Шведская горка». Здесь и сегодня продолжается строительство новых многоэтажек. Причем у заказчиков сомнений в востребованности квартир нет. Практически все дома в этом микрорайоне повышенной комфортности, что подразумевает в том числе и установку современных тепловых узлов. Работа приборов контролируется специалистами. Однако этот контроль носит больше профилактический характер. Система работает в автоматическом режиме. Автоматика, которая без присутствия человека, может регулировать в зависимости от наружного воздуха как подачу теплоносителя для отопления, так и подогревать холодную воду до социальных стандартов горячей воды. То есть в квартире должна быть комфортно от 18 до 24 градусов в зимний период. Несмотря на температуру наружного воздуха и температура горячей воды 50 градусов. Пожалуй, самые большие объемы подготовительных работ выполнены в Гомеле. Что касается того же жилого фонда, то это капитальный ремонт и утепление домов, а также ремонт кровель. Кроме того, этой зимой в Гомеле проведут своеобразный эксперимент на городских дорогах. Часть улиц будет обрабатываться непривычными соляно-пищеными смесями – аголитом. Эти отходы образуются на колейном производстве и не запрещены к применению. Вместе с тем, галит вдвое дешевле соли и экологически более безопасен. Приведены в надлежащее состояние основные магистральные улицы. Уже выполнен ямочный ремонт 29 тысяч метров квадратных асфальтного покрытия. В настоящее время выполняются работы по улице Советской, Каменщикова, Бочкина. Ведется реконструкция улицы Федюнинского. Весь комплекс проделанных работ позволяет с уверенностью говорить, что город реально подготовлен к работе в зимних условиях. Включение отопления будет выполнено в соответствии с действующим нормативом. При среднесуточной температуре окружающего воздуха плюс 8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд. Обычно это вторая декада октября. Особое внимание на заседание облсполкома модернизации неэффективных котельных. Главная причина потери тепла здесь часто превышают все допустимые нормативы. Хотя приведение в порядок такого рода объектов требует значительных затрат. Например, в Гомельский район в прошлом году передали котельную тепличного, которая, к сожалению, крупная котельная, завышенные мощности, плюс с тепловыми сетями на самой территории тепличного, там не все в порядке и так далее и тому подобное. Для обеспечения области мобильными тепловыми установками будут задействованы две передвижные блочно-модульные котельные, находящиеся на балансе Гомель-Облтеплосетей и Гжуб-Светоч. Взаимопомощь при возникновении чрезвычайных ситуаций – обязательное требование руководства области. Лесохозяйственное объединение в случае необходимости придет на помощь энергоснабжающим организациям. Гомель-Облдорстроя, Гомель-Автодор и предприятия жилищно-коммунального хозяйства будут принимать меры для бесперебойного функционирования автомобильных дорог. И обязательное требование для всех субъектов хозяйствования – обеспечение рациональных режимов теплоснабжения с использованием местных видов топлива. Каждый теплоисточник имеет соответствующее свое топливо. Либо это комбинированная котельная, когда при больших морозах уже приходится включать газовые котлы для поддержания нужной температуры. Что касается наличия топлива, то в некоторых сферах оно уже заготовлено в полном объеме, в других этот процесс близится к завершению. При этом ко всем обязательное требование – созданные запасы должны использоваться по прямому назначению, что подразумевает оборудование и место для складирования. Если весной окажется, что часть тех же дров или брикета пришли в негодность из-за неправильного хранения, это будет уже не просто халатность. Конечно, мы обращали внимание на то, чтобы создать эти условия. И эти условия у нас созданы в полном объеме. Вообще в целом по сфере культуры и подведомственным организациям у нас 800 зданий, которые должны были быть подготовлены для работы в отопительный сезон. Подготовка котельных, экономное использование топливно-энергетических ресурсов, повышение надежности работы электрических сетей, подготовка спецтехники для обслуживания дорог. В ходе заседания облсполкома о наличии значительных проблем не говорит никто. Для того, чтобы выполнить все нормативные требования, организациям дается немногим более двух недель. Для окончательного оснащения водонапорных башен оборудованием, для забора воды пожарными автомобилями – месяц. Получены все паспорта готовности, как на теплоисточники, так и потребители соответствующие получили паспорта. Это в целом позволит обеспечить безаварийное и надежное прохождение отопительного сезона. Алексей Матюров, Олеся Руденкова, Евгений Макенко. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Депутаты Гомельского областного совета проанализировали ход реализации государственной программы «Здоровье народа» и «Демографическая безопасность». На выездном заседании в Калинковическом районе не только отметили достигнутые успехи, но и озвучили рекомендации по дальнейшему улучшению ситуации. Основное внимание уделили развитию медицины. Проведенная в Беларуси диспансеризация реальную картину о здоровье населения составить не позволила. Часть взрослого населения к медикам не обращалась. Для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации, в прошлом году в Калинковическом районе создали мобильные медицинские бригады, которые проводят обследование непосредственно на предприятиях. В результате выявлены болезни у людей, которые ранее считали себя здоровыми. В Гомельской области создана областная рабочая группа по организации благоустройства. В плане работы – мероприятия по наведению порядка на сельскохозяйственных землях, озеленение населенных пунктов, организация сбора и переработки вторичных материальных ресурсов. Вопросы наведения порядка на земле в регионе на постоянном контроле. Из 21 районного центра комплексно благоустроено 12. Сейчас работы ведутся в Брагине и Комарине. Отдельное внимание – сносу старых домов и вовлечению земли в сельхозоборот. Только в этом году зданий, которые длительное время не используются, на Гомельщине обнаружено около полутора тысяч. Вообще на территории области сегодня подлежат ликвидации с последующей рекультивацией почти 6 тысяч бывших подворий. В Гомеле в четвертый раз прошла контактно-кооперационная биржа. Для внедрения в производство представлены более 20 инновационных разработок. 3D-технологии для промышленности, беспилотные летательные аппараты для расчетов объемов добычи полезных ископаемых. Технологии по нанесению многофункционального покрытия. Новое решение по использованию природного газа для сельскохозяйственной техники. Среди разработчиков – сотрудники Академии наук, учреждений высшего образования и научно-технологических парков. Самое главное – представленные разработки должны быть как минимум не хуже лучших зарубежных аналогов. Во Дворце культуры Гомсельмаш отпраздновали День машиностроителя. Сотни сотрудников предприятия поднимались на сцены под непрекращающиеся овации зала. Они с волнением получали от руководства Гомсельмаша и представителей власти заслуженные награды. Нагрудные знаки, почетные грамоты Министерства промышленности, обл и горысполкома, а также Городского совета депутатов. Главное управление юстиции Гомельского обл и сполкома получило собственное здание. Раньше его подразделения находились сразу по шести адресам. Теперь новый официальный адрес – улица Фрунзе-6. На трех этажах здания, которое раньше принадлежало одному из банков, расположились около 50 сотрудников. В зоне ответственности – управление юстицией, ЗАГСы, архивы, юридическая экспертиза, правовых актов. Завтра в Беларуси стартует кампания по вакцинации от гриппа. Стоит ли делать прививку от этого вируса? Специалисты единогласно отвечают «да» и приводят в качестве аргументов вполне красноречивую статистику. Но решение за каждым из нас. Кто-то делает прививку каждый год, кто-то сомневается, кто-то наотрез отказывается. Но в любом случае отрицать факт, что в нашей стране в последние годы не было высокого уровня заболеваемости, нельзя. Наш корреспондент Марина Джалая побывала в поликлиниках и лабораториях и узнала, как медучреждения подготовились к проведению иммунизации против гриппа. А также спросила у жителей Гомеля, собираются ли они делать прививки. Вы будете делать прививку от гриппа? Нет. Нет. Ни в коем случае. Да, обязательно. Нет. Никогда не делали? Никогда. Мы собираемся делать прививку от гриппа. Нет. Никогда не делали? Делала. Нет. Никогда не делали? Ну, делала, по-моему, когда-то. Но сейчас уже не делаю. Конечно, в поликлинике. И в этом году сделаете? Сделаю. Нет. Нет. Никогда не делали? Делала. Почему перестали? Потому что сразу болеть начинала. Нет. Нет. Никогда не делали? Нет, делали на работе, когда делали, да. Нет. Я буду в этом году делать прививку себе и ребенку. Мы еще ни разу не прививались, попробуем в этом году привиться первый раз. Как видим, мнения людей разделились. Я тоже приму участие в собственном соцопросе и скажу, что в этом году я сделаю прививки от гриппа себе и своим детям. А пока посмотрим, как готовятся кампании по вакцинации в поликлиниках Гомеля. В 10-й поликлинике Гомеля говорят, что уже несколько лет здесь не было сложной эпидемиологической ситуации по заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями. Врачи утверждают, что все благодаря массово сделанным прививкам. Статистика по этому медучреждению такая же, как и в целом по области. Иммунизация охвачена около 40% населения. Этого достаточно, чтобы создать необходимую защищенную прослойку в обществе, которая помогает избежать эпидемии. Нужно помнить, что прививку разрешено делать только при отсутствии симптомов респираторных заболеваний, либо через неделю-две после выздоровления. Человек может обратиться либо к своему участковому врачу-терапевту, чтобы его предварительно осмотрели, отсутствовали противопоказания к вакцинации, и потом данный человек будет направлен на вакцинацию. Уже это, еще раз повторяю, проводится не первый год, и данное мероприятие доказало свою, скажем так, значимость и свой эффект. То есть, по опыту прошлых лет, такой эпидемии гриппа, как было в 2013 году, уже на протяжении ряда лет у нас не фиксируется. Массовая вакцинация жителей Беларуси от гриппа начнется завтра. Необходимые вакцины уже поступили в лечебное учреждение. Поэтому в некоторых поликлиниках прививать от гриппа начали уже с середины этой недели. Мы получили российскую вакцину Гриппол Плюс. И эту вакцину в Беларуси знают давно. Белорусское здравоохранение работает порядка пяти лет с этой вакциной. Вакцина себя зарекомендовала хорошо и очень хорошие результаты. Отсутствие побочных эффектов, что сейчас немаловажно. В прошлом году мы привили в нашем филиале 4765 детей. Исходя из нашего количества населения, это составило 45%. Это хороший показатель. Бесплатно прививки делают детям, взрослым с хроническими заболеваниями, людям старше 65 лет, беременным, медперсоналу, работникам госорганов, занимающимся безопасностью государства и жизнедеятельностью населения и некоторым другим категориям. Остальные могут вакцинироваться на платной основе. В любом случае, в основе всех платных и бесплатных вакцин идентичный состав. В состав вакцины, которая будет использоваться на нашей территории, будут входить вакцины, которые будут защищать население от пандемического гриппа, или в народе его еще называют грипп H3N2, от гриппа А и Б, которые наиболее тяжелые, которые вызывают последствия. Поэтому население, тот, кто будет привить, тот будет защищен. Ведь одно из основных преимуществ прививки от гриппа как раз в том, что она позволяет перенести заболевание без осложнений. Это особенно важно для маленьких детей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных. Вакцинировать будут два месяца, до конца ноября. Но лучше не затягивать, ведь до подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ должен успеть сформироваться иммунитет. Марина Джалая, Сергей Лукашук, Валерий Гопанько. Новости недели. В конце декабря вступает в силу обновленный закон о защите прав потребителей. Документ еще летом был опубликован и прокомментирован Министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. Он активно обсуждается и сегодня среди белорусов. О каких изменениях стоит знать и потребителю, и продавцу. Об этом в интервью программе рассказала председатель Гомельской городской организации общественного объединения Белорусское общество защиты потребителей Людмила Бешенко. Закон о защите прав потребителя в новой редакции вступает в силу 23 декабря 2018-го. Людмила Ивановна, как по-вашему, какие изменения, какие новшества должен знать каждый потребитель? Чаще всего потребители волнуют вопросы, связанные с некачественным товаром, с получением этого некачественного товара, с их возвратом, заменой, либо требованием расторжения договора и возврата денег. Поэтому вот какие изменения в этом плане произошли? Значит, если сложный технический товар раньше рекомендовалось в течение гарантийного срока ремонтировать сервисные организации, бесплатные, естественно, то теперь законом предусматривается такой срок. Если в течение первых 30 дней покупатель обнаружил какой-то некачественный дефект в сложно техническом товаре, то он имеет право, первое, на устранение недостатка, ну, там, соразмерное изменение цены, это было раньше в законе, сейчас же, чем отличается, что он имеет право расторгнуть договор и вернуть некачественный товар назад поставщику, либо потребовать его замены, либо расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств. Раньше такого не было, раньше было только если товар имеет существенные недостатки, которые надо было доказывать, можно было вернуть товар, а все остальное время он должен был ремонтироваться в сервисной организации. Вот сейчас, знаете, потребители, что если в течение 30 дней образовался такой недостаток у вас, вы имеете право на замену или возврат денег. Один такой важный аспект, ну, закрепляется право потребителя на оплату как наличными деньгами, так и безналичными, карточкой, и не имеет права продавец устанавливать две разные цены на один и тот же товар. Наличными деньгами платишь, либо безналичными. Цена должна быть одна. Теперь, насколько знаю, вовсе не обязательно наличие паспорта при возврате товара некачественного. Да, да, продавец не имеет права требовать у потребителя паспорт при возврате ему денег. И возврат денег должен осуществляться именно в той форме, в которой производился, ну, по соглашению сторон. Понятно, что о всех нововведениях сложно прямо сейчас коротко рассказать. Да, там 10 листов. Я так понимаю, что в том числе и с такими вопросами обращаются потребители к вам в организацию. Кстати говоря, вот это, наверное, будет показательно об актуальности темы. Много ли звонков поступает к вам в день, к вам и вашим коллегам? Ой, но дни бывают разные. Ну, от 5 до 30 звонков в день. С разными вопросами. Мне проще сказать, по поводу чего мне не задают вопросы. Вопросы задают, ну, это и некачественный товар, это и услуги какие-то, это и строительные работы, это и то, вот сейчас, что было актуально летом, это туризм, некачественное оказание услуг по туризму. Ну, в общем, вопросов очень много. А вот интересно, бывает ли такое, что с первых минут разговора вам становится понятно, прав не позвонивший или не обратившийся потребитель, а продавец, готовы ли об этом слышать по ту сторону? Да, бывает и такое. Ну, во-первых, правильно делают потребители, что обращаются с вопросом, чтобы узнать, прав ли он или не прав, имеет ли он на это право или не имеет. Ну, я разъясняю суть. Людмила Ивановна, и в завершении, вот как по-вашему, насколько активно меняется образование, наша правовая грамотность и сознание потребительское, насколько оно выросло за последнее время? Ну, выросло с развитием интернета, эротехнологии, в СМИ обсуждается это везде. Естественно, потребитель все читает, смотрит телевизор, лазит в интернете, получает какую-то дополнительную информацию, плюс может обращаться к нам с любым вопросом. Кстати, обращение в организацию бесплатно? Да, бесплатно. Для вас, дорогие потребители, бесплатно. Договаривайтесь с продавцом. Только в случае, если продавец вам отказал, либо вообще не ответил на вашу письменную претензию, вы приходите к нам, и тогда уже наш юрист напишет красивенько, грамотненько, со всеми статьями законов и все такое прочее. Но уж если не получится мирно решить вопрос, то уже суд расставит все на свои места. тогда если мирно и на нашу претензию не отвечает продавец, то мы подаем документы в суд. Для потребителя опять же все это бесплатно, и наш юрист ходит с вами бесплатно на все судебные заседания до тех пор, пока мы не выиграем суд. Людмила Ивановна, успешных вам дел, спасибо за этот разговор, и до новых встреч в эфире «Беларусь-4». Спасибо. А теперь к новостям культуры. В Минске открылась выставка кино 70-х и не только французского фотографа Андреа Перлштейна. Автор знаменит тем, что снимал актеров и модельеров, которые впоследствии стали звездами мировой величины. На фотоснимках можно увидеть молодого Лена Делона и Ив Сен-Лорана, а также других синема и фэшн-селебрити. Выставка проходит в рамках месяца фотографий, недавно стартовавшего в столице. О чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Пожалуй, любой из нас в своей жизни пребывает в постоянном стремлении отыскать простое, человеческое счастье. У каждого свой секрет этого необъяснимого состояния внутренней гармонии и душевного блаженства. В картинной галереи Гавриила Ващенко сейчас можно увидеть выставку «Город счастья». Она отражает чувства и эмоции высшего удовлетворения принадлежащих кисти разных художников мира. Выставка организована совместно картинной галереи и представителями международного социально-культурного проекта «Счастливая тарелка». Здесь представлено около ста творческих работ как любителей, так и профессиональных и начинающих художников из Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья. Главное условие выставочного проекта изобразить на тарелке свой самый счастливый момент жизни и тем самым донести до людей. Счастье есть у каждого из нас, независимо от возраста, национальности и физических возможностей. А в центральной части Дворца Румянцевых и Паскевичей открылась выставка коллекции анималистики в частном собрании Сергея Путилина. Все представленные экспонаты посвящены братьям нашим меньшим. Живопись, посуда, часы, предметы мебели и интерьера с изображениями животных словно переносит посетителей в удивительный природный мир. Эти уникальные экспонаты собраны гомельским коллекционером Сергеем Путилиным. Анималистикой он увлекся сравнительно недавно, однако успел скомплектовать достаточно большую коллекцию. В экспозицию вошли предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, выполненные лучшими мастерскими Западной Европы, Российской империи и СССР. Все представленные на выставке раритетные вещи пропитаны духом путешествий, неизведанным миром дикой природы и нежностью к домашним питомцам. На уходящей неделе в Гомеле состоялись обменные гастроли городского молодежного театра с Могилевским областным драматическим. В город над Сожем приглашенная труппа привезла сразу три спектакля «Сны о любви братья Элиза», ностальгическую комедию сказки старого Арбата и детскую музыкальную постановку «Гадкий утенок». Для самых маленьких и одновременно требовательных зрителей могилевские артисты выбрали спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. На сцене Гомельского городского молодежного театра развернулась интересная и поучительная история об утенке, который значительно отличался от своих сверстников и преодолел немало преград, чтобы достичь заветной цели. Из постановки дети узнали, что настоящая красота та, которую чувствуешь сердцем, к ней, несмотря ни на что. Чем порадуют следующие недели расскажем прямо сейчас. Гомельская областная филармония откроет новый концертный сезон. Он ознаменуется невероятным по красоте и зрелищности музыкальным вечером, объединившим солистов и творческие коллективы учреждения. Артисты Гомельской областной филармонии обещают зрителям поистине грандиозное шоу, вдохновленное фантазией и мечтой. В концерте прозвучит музыкальное наследие отечественных и зарубежных композиторов, духовная классика, лирические романсы, популярные эстрадные и народные песни. Все, чем можно впечатлить, удивить и порадовать публику. А тем временем Мозырский объединенный краеведческий музей всех желающих приглашают на выставку «Край мой Мозырский». Здесь представлены творческие работы из фондов учреждения, преимущественно живописные произведения художников района. Неповторимые пейзажи, красочные деревеньки и уголки родной Мозырской земли навеют у зрителей незабываемые воспоминания из детства и самые счастливые моменты жизни. С событиями из мира культуры региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин